друзья привет сегодня продал камаз в очередной раз продал камаз заработал неплохо на вложенный капитал то есть прошлый раз там что-то по камазу было около 10 процентов сейчас там около там сколько сегодня около 8 процентов то есть причем это он быстро дает такую доходность ну если знать как покупать когда продавать конечно кто-то и наоборот покупает высоко потом все ждет когда у него там выстрелит так вот камаз и периодически покупаю считаю компанию перспективной что значит перспективной это значит у компании есть точки роста которые позволят увеличить денежные потоки да это легковое направление которых камаз собирается развивать ему там по заявлениям лиц связанных компаний планирует на 350 миллиардов оттуда получить с этого направления это новый грузовики компас это беспилотники беспилотные грузовики ну в общем точек роста хватает когда я камаз брал я об этом говорил естественно компания очень высоковолатильная поэтому я считаю это нормально периодически выходить из нее к вам очень сильно стреляет и дальше заходить чуть пониже не получится пониже ничего страшного на другом заработаем это раз-два с высокой долей вероятности если ниже не получится значит рынок вырос на счастливый рынок вырозначит выросла все остальное поэтому ничего страшного я же не просто продаю или вкладывать значит значит то что куда я приложился тоже выросла на этом принципе и портфель генерирую денежную массу то есть постоянно что-то покупать что продают это не значит что это часто что покупать что-то продаю нет я портфель делю на разные части да и если я купил какую-то компанию допустим на примере камаза я купил там по 107 потом по 98 и вот сегодня продал то есть там за месяц может может быть две-три покупки продажи по одной компании но так как компания покупая разные то получается там в день по одной покупки по одной продаже чего чего-либо иногда как там когда вчера я там ничего не продавал только покупал газпром нефть и что виду mp а допустим сегодня ничего не покупал только продал камаз то есть в разное время есть время покупок и все время продаж из точки входа определенные по разным компаниям разные вот на них ориентируюсь как это считать я тоже вам в этом говорю в своем блоге ну давайте перейдем к вашим вопросам добрый вечер алросу стоит сейчас докупить андрей спрашивает что-то так присталкает аллосе серию пролрус спрашиваешь март вроде как последний месяц выплат доп налога если не ошибаюсь друзья мои почему ты спросил да у андрея почему он так зацикленно это алросе и обращаюсь и не только к андрею ко всем вообще инвесторам не нужно сильно зависит от одной компании что вам там какая-то компания покой не дает ваш портфель должен быть высоко высоко на диверсифицирован не нужно зависит одной компании это взяли все забыли сам следующая точка входа по ней следующая остановка там когда будет тогда будет как-то считается я вам об этом рассказываю когда продать тоже созреет якотка так сорвете что мусорить одну и ту же компанию стоит алрос сейчас докупить или нет но я вот недавно по ней и и докупал об этом говорил ну что уже очень скоро продавать буду всему свое время и есть время купить и все время продаж а насчет того что ты думаешь что я 1 март последний месяц выплат в удобном доп налога и это должно запулить алросу куда-то там в космос ну что доп налог доп налог платится который приняли по ангросе там феврале и в марте а а эффект от него будет еще долго этот удоб налога то есть немножечко до алросы в связи с тем да и дело не в доп налоге что он кончится в связи с тем что там гохран закупает алмазы в связи с тем что там комиссия создана по для того чтобы помочь золотодобытчикам и алмазной промышленности и так далее ну когда я брал алросу я об этом говорил вот это точки роста а то что последний месяц выплаты доп налога это не точка роста это просто последний месяц выплаты доп налога так доброго времени суток какое ваше мнение по вк друзья мои я уже как год не покупаю иностранные компании и расписки типа российских компании но которые зарегистрирован не в россии и год назад я от них отказался все продал и ни разу об этом не пожалел во первых они дальше уже падают и падают и падают и падают а почему не падают потому что люди устали уже бегать от брокера в брокеру они прибежали от одного брокера другому которого заблокировали этого заблокировали побежали к другому брокеру этого заблокировали но смысле вот эти вот блокировки по иностранным акциям и расписка побежали четвертому заблокировали людям уже надоело кто-то не понимает с первой блокировки кто-то не понимает со второй блокировки но с четвертой блокировки уже думаю многие поймут и просто начинают отказываться от этих расписок Которым также относится ВК Само мнение по самой компании у меня очень хорошее Я очень жду, когда она проведет реномиляцию То есть перерегистрируется в России И тогда я буду ее покупать Естественно, по точкам входа определенно Но пока она не сменила юрисдикцию Никакого ВК в моем случае Если вам нравится бегать от брокера-брокера Ну бегайте Но просто вам это может не надоесть Но люди надоедают И люди начинают продавать, продавать, продавать И естественно, когда люди продают Когда продаж больше, чем покуп А акции снижаются В данном случае расписки Поэтому пока эта петрушка не закончится Это все-таки сильно давит на котировки расписок Вот эта ситуация Блокировки эти Поэтому я не покупаю Не потому, что она сильно давит Да, я там У меня есть определенная схема работы с позицией Которая все равно Рано или поздно Позицию выводит в плюс А потому что я прежде всего Сам не хочу Бегать И сидеть с заблокированными активами Ну и по причине Навеса продавцов тоже Здравствуйте Расскажите, как вы пришли к стратегии активного инвестирования Какие стратегии еще выделяете При каких условиях прибыль можно тратить А не снова покупать акции, которые вырастут И так далее Как я пришел к стратегии активного инвестирования Ну я давно начал инвестировать Сначала просто как любитель То есть ходил как все на работу Откладывал потихонечку Откладывал, 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 откладывал Копил, копил То есть Брокерский счет Я сразу Перейду ко второй части Брокерский счет Это что? Вот вы говорите При каких условиях прибыль можно тратить? Вы либо копите на что-то большое Я там копил на квартиру Вот я купил квартиру, да, все У меня другой там брокерский счет Я купил машину У меня другой брокерский счет То есть Ну на копление на что-то вот такое большое Либо вы можете Брокерский счет Если у вас уже там есть и квартира, и машина И все хорошо И коммерческое помещение, грубо говоря И дача и так далее И больше вам там особо там Ну ничего такого большого купить не надо Тогда брокерский счет у вас как доп. доход Как тратить доп. доход Я в прошлый раз показывал У меня был другой брокерский счет Я вот до определенной величины давил Купил эту машину себе Кто-то за мной следит Знает Все этот процесс Сейчас я Показываю на примере вот этого брокерского счета Как с него тратить деньги То есть Если у вас брокерский счет Эта цель накопить Тогда вы просто Зарабатываете, зарабатываете, докладываете Покупаете, фиксируете прибыль И так далее, и так далее, и так далее Пока сумма вашего брокерского счета Не станет суммой вашей покупки Потом все продаете Покупаете то, на что копили Ну то есть Так просто накопить быстрее Чем на карточке где-то копить Да Так деньги хотя бы работают Пока вы копите Если Это Это Один вид трат Второй вид трат Это когда Ваш брокерский счет Это ваш доп. доход Тут по-другому система Тут В конце года Ну или в начале следующего Вы Смотрите Сколько у вас прибыль За год Составило Половину прибыли Снимаете И тратите на себя Половину прибыли Опять пускайте в работу Почему половину А не всю Потому что Если Тут работают Правила сложного процента Если вы будете Зарабатывать на брокерском счете В 100 тысяч в год И все снимать Вы так и будете Зарабатывать на брокерском счете В 100 тысяч в год А если вы Заработали 100 Сняли полтинник Да У вас уже этот полтинник работает И вы в следующий Уже заработаете Не 100 тысяч Грубо говоря А 100 Там Не знаю Смотря какая у вас Доходность Ну грубо говоря 110 Да 115 Все Потом вы сняли Вы следующую Половину Пустили в работу Вы уже зарабатываете Не 115 А допустим Там 130 Но вы же еще и копите Да Копите 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 То есть вы докладываете Но и тратите Создаете себе Допдоход Такую пенсию себе Создаете Вот я После того Как я там Купил квартиру Я себе Работал на То чтобы Мой брокерский счет Это мой не единственный Брокерский счет Вы это знаете Просто какой-то из Брокерских счетов Я выбрал И на его примере Освещаю Показываю Как это все работает Вот Я Сейчас живу В Анапе Переехал Живу здесь У моря То есть Это Анапа Город пенсионеров Просто вот На пенсию Уходит пораньше То есть Мой брокерский счет По такой схеме Вот Которые на траты Я зарабатываю Допустим Заработал там Грубо говоря Там миллион 500 тысяч снял Все Это на траты Потихонечку Трачу Считается не в месяц Считается за год Потому что Ну во-первых Такие Минусовые года Конечно Очень редко бывают Это должно Что-то произойти Типа СВО Что-то Ну как правило Вот по итогам года Все равно Выходит плюс Просто Каждый месяц Это ерунда Потому что Месяц на месяц Не приходится Бывает плюс Бывает минус Поэтому по итогам года Все считается Прибыль Ладно Теперь Как я к этому пришел Смотрите Ну вот Когда я начал Это Так же Как многие из вас Просто интересоваться Да Я пробовал Разные стратегии Которые существуют Ну я не был Ими удовлетворен Я начал экспериментировать Некоторые эксперименты Не увенчались успехом Некоторые увенчались успехом А то что Какой-то Допустим Эксперимент Увенчался успехом Я взял его за базу Да Потом добавил что-то еще Если это Это дополнение Повысило доходность Я его оставил Если понизило Я убрал Добавил Но у меня У меня до сих пор Кстати Около там Десяти Наверное Брукских счетов Какие-то Для заработка денег Какие-то для экспериментов И я до сих пор Экспериментирую То есть Так постепенно Экспериментирую Экспериментирую Вот есть основа Основной Брукских счет Который уже Испытан годами И я Создаю такой же Брукских счет По такой же схеме И дополняю Его какое-то Нововведение И он Либо обгоняет Первый Либо не обгоняет Если не обгоняет Значит я Беру И Закрываю Эксперимент И Доделаю Какое-то новое Нововведение Если этот Брукских счет Обгоняет Этот Я Все Беру Этот за основу Сюда Этот Начинаю Какое-то еще Нововведение И так Постепенно Спустя Там Несколько лет Ну Уже Была Вот В 2018 Уже Более-менее Сбалансированная Была активная Стратегия Конечно Она сейчас Уже Претерпела Очень Большие Изменения Да И Каждый раз Большие изменения Какие Каждый раз Я дорабатываю 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 Все время Что-то Экспериментирую Но Есть Грубо говоря Сертифицированные Многою стратегии Да То есть Я говорю Все Это вот Долгосрочная Стратегия Она такая Все Она такая И я ее Уже не дорабатываю Все Она работает Активная Стратегия Тоже Вот Многим Приходит Именно Научиться На активной Стратегии Все Она такая Я ее Уже не дорабатываю Но допустим Сейчас Я введу Уже Портфель По активной 2.0 Новое Что-то Придумал Эмпирическим Путем Все Пробую 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 И Прихожу Ну так Я пришел Как стратегия Активная Инвестиция То есть Это я Нигде там С коммунизировал Это моя Авторская Разработка Которая На которую Ушло Годы 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 И деньги Тоже Естественно И нервы Много Много энергии Денег Времени Ну вот Спустя несколько лет Я разработал Эту стратегию Активное Инвестирование И Которая Прошла Уже Испытания Годами Годами Обвалы Она прошла И все Нормально Все Все хорошо Ну все Задавайте вопросы Друзья мои Получайте ответы Буду рад На них Ответить Так По КамАЗе Сказал Продал КамАЗ Фиксировал Прибыль Хорошего вечера Задавайте